Бобручане собираются вместе, чтобы разделить радость самого светлого христианского праздника Воскресения Христова. Звучат классические произведения в исполнении учащихся и педагогов Детской школы искусств имени Текотского. Кулинарная выставка-конкурс от Белорусского союза женщин проходит уже в третий раз. Активисты первичек представляют настоящие гастрономические шедевры. В этом году к нам подключились белшинопредприятия. В этом году станция переливания крови приняла участие. Традиционно принимает участие завод тракторных деталей и агрегатов Бобруйск-Агромаш. В этом году подключилась Славянка со своими тоже великолепными куличами. Программа посвящена памяти митрополита Филарета. Фотовыставка знакомит гостей с судьбой человека, чья жизнь и служение стали нравственным и духовным образцом для миллионов верующих. Годы трудов почетного патриаршего экзарха всея Беларуси отмечены всесторонним возрождением православной церкви, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей. Сам москвич, но оказался в Беларуси, полюбил эту землю, людей и явился нашим общим учителем, создателем Минской духовной семинарии, академии, которая выпустила множество учеников, которые служат сейчас по всей Беларуси в городах и весях, в том числе и здесь у нас в Бобруйске и на Могилевской земле. Именно благодаря митрополиту Филарету в республике возрождены все исторически существовавшие епархии. Установлены церковные празднования в честь Ефросиньи Полоцкой, Кирилла Туровского, Георгия Канисского. Владыка до последнего часа молился за благополучие своей страны. Недаром его по сей день называют мерилом нравственности и совестью нации. Мы приносим сегодня в общество не просто информацию о герое Беларуси, о великой духовной личности, а о том человеке, который просто служил своим людям, служил в своей земле, никогда не забывал о простых людях. Праздничную программу продолжает представление православного театра «Убрус». С главной сцены звучат духовная музыка и проникновенные стихи. Уникальную атмосферу создают чистые голоса мужского всехсвятского хора. Танцевальные номера и глубокие диалоги формируют особое отношение между зрителями и артистами, которые делятся своим воодушевлением от благой вести, на что зал отвечает в духе христианского приветствия. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Татьяна Корбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова